Мы вернулись в студию, сейчас в моей студии находится председатель партии платформы Достоинства Пратта Дина Плангел. Добрый вечер господин Плангел, я вас поздравляю с избранием, следили мы за вашим съездом, за дебатами, за выступлением вашего контраккурента господина Моцпана, но я так понимаю, что молодость выиграла. Ну, я даже своим коллегам сказал, что возраст не главный, главное, что у человека внутри, характер, то, что у него здесь, в голове. Понятно. Давайте начинаем с первого общего вопроса, я его задавала и предыдущему гостю, задам я вам, в какой ситуации находится Республика Молдова. Рядом война, она продолжается, угрозы в адрес нашей страны мы слышим, что должны понимать наши граждане. Они находятся сейчас в опасности, безопасности, необходимо нам мобилизовать все свои силы, или можно вот некоторым партиям расшатывать и требовать перестановок от меня на правительство и так далее. Ну, одно другому не мешает. Конечно, у нас очень сложные ситуации. У нас, конечно, очень тенсионное напряжение в регионе. Это сказывается. Есть очень много объективных факторов, почему у нас все сложно в стране, но есть очень много субъективных факторов. Это в том числе то, кто на данный момент принимает решения в разных областях деятельности. Если люди не справляются, потому что когда, если вот в обычное время все, там, у нас нет в регионе войны и так далее, конечно, там уже можно немножко расслабиться, там можно сказать, что еще некоторые люди учатся или у них нету эксперимента, опыта работы и так далее. Но уже прошел год. И, конечно, у нас есть эта сложная ситуация в регионе, но у нас есть очень много внутренних проблем. И если мы говорим вот о спокойствии внутри страны, мы видим социальные опросы, мы видим, что очень много людей недовольны. И самые главные проблемы в нашем обществе на данный момент это даже не война, которая на Украине. Это цены, это бедность людей. И это может сказаться. На данный момент нам нужно это социальное спокойствие. И правительство должно понять, что если оставит некоторые проблемы социальные или вот появляются разные скандалы с назначениями или с разными схемами, которые... Схемы это наши все. То, конечно, это спокойствия не будет. Об обвинениях и схемах прямо вот возьму быка за рога. Вы вчера или сегодня публиковали текст с обвинениями в адрес господина Спину, если я правильно понимаю. Термоэлектрика, ЛЭП, Вулканишки, Шинел, подписание контракта на газ. Вы практически обвинили его в том, что он или лично занимается, или под его руководством там проходят какие-то схемы. Я объяснил. Я сказал, что мы собрали очень много документов. Это контракты, это письма, это пленджер. Жалобы. Жалобы разных компаний на то, что у нас все, что связано с госзакупками, контрактами, это все откаты, это все беззаконие, это все неправильно. Именно в его направлении? Министерство, которое он уговляет? Если вы смотрели мою пресс-конференцию, там сложная ситуация. Там я, по крайней мере, у меня есть документы на трех случаях, они все разные, но они все имеют связь между собой. Это, в первую очередь, я объяснил, что произошло с контрактом по реконструкции электрических связей путей Локонежки-Шинелл. Там очень интересная ситуация. Я объяснил, там прошло, если вы не возвращаете на руманское, мы говорим о очень большом контракте. Ликитация началась в 2020. На это ликитация у participа 10 компаний. У парнии, в начале 2021, в август, плынгери, в партнерной компании на адреса, а также институтилы Республики Молдова, как и институтилы Романтии, потому что эти линьи и сплънговы по реконструкции, в зависимости от компании, а в стиле Валимы, для ваура, И, основной материалы, Продолжение следует... ... 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 пиар. Понимаете, у нас очень сложная ситуация инвестиций. У нас есть люди, у нас общество уже, знаете, у нас такие правила есть иногда, если не заносишь там 200 лей врачу, то ты не человек. У нас, чтобы понять... Ну и я на прием врача, условно. У нас не проблема только в реформах или в нормах. У нас и в культуре человечества, человеческое общество тоже очень большая проблема. И что нужно делать? Нужно понять корень всех проблем, чтобы решить глобально. А если вот вы говорите, что общество ждет? Конечно, любой, если пойдем на улицу и спросим, что ты ждешь от нашей юстиции, он скажет тебе, что там министры, все коррумпированные, депутаты, судьи, миллиард вернули, чтобы все были за решеткой. Вот это показатель. Но как у нас делалось до этого? Как вы говорите, через политические приказы сменялась власть. Для меня большим показателем реформы юстиции будет, когда прокуратура и судей будут осуждать не только бывших, но и нынешних. Пускай знают, что за ними глаза следят и так далее, чтобы не нарушали закон, чтобы не сделали Я сейчас стесняюсь напомнить, но при Плохотнюке брали Филата, замминистров тогда, Требой я помню, замминистра экономики, депутатов и так далее. Я когда говорю нынешних, это не с... Я говорю о власти, политической власти. Мы уже прекрасно понимаем, что тогда власть была в руках у Плохотнюка. В общем, как обычно, кого-то одного накажут и покажут, и подумают, что... Индепенденция. Когда прокурор будет слушать политические приказы... А сейчас он слушает политические приказы? Ну, сейчас сложные ситуации. Это, знаете, есть такие ситуации, когда можно... Есть приказы ради резонанса. Прошу прощения. Резонансные дела. Резонансные дела. Когда общество... Вот есть кража миллиардов, когда вся общество, там, политики говорят о этих вещах. Конечно, и прокуроры, и судьи, это часть общества, они понимают эту резонансность. Это неплохо, в общем. Плохо, когда там интересы бизнеса или политические интересы. И же даются... Я знаю, что определенная часть бизнеса на чемоданах. И у них не очень хорошее настроение по поводу Республики Молдова. Ну, это, знаете, не только из-за юстиции проблемы. Это и... Потому что война в Украине... Потому что с местными властями некоторые не могут найти вообще язык. И из-за бюрократии и так далее. Потому что в парламенте принимаются аминдоменты, которые кому-то только одному выгодны. Я говорю, я говорил с некоторыми людьми, которые тоже хотели уехать из страны, и они говорили, что бюрократия, там, конкурс, там, тендер, если хочешь, государство, там, вообще коррумпированное, все, знаете, есть... Они очень состоятельные люди, но есть и другой аспект, очень важный в нашем обществе. Это эмоциональный аспект. Когда у нас почти в каждый день и по телевизору, и так далее, все плохо. Есть такая напряженность в обществе, и это очень плохо скажется. Потому что человеку не нужно только деньги. Ему нужны, там, социальные услуги, чтобы он имел куда отвезти своих детей и так далее. Это все в ансамбле, не только материальное. Потому что у нас очень часто уезжают не только на работу люди, они уезжают просто из страны, потому что не видят некоторой перспективы. Мы сделали анализы у партии, если видели, когда я баллотировался в президент у нас. Мы поставили для себя проблему, которую мы хотели бы решить, это демография. У нас с каждым годом все меньше и меньше. Мы, вот как политические партии, мы езжаем по поселам, мы видим, пусто, людей не осталось. Вот мы говорим о фермерах или там о некоторых малых предприятиях не в Кишиневе, а в районах. Так у них нет людей. Они ищут, когда в сезоне, они ищут, платят там 600-700 леев за день человека, чтобы пришел работать. Они должны ехать по четырем районам, чтобы найти людей, чтобы там собирать урожай и так далее. Это очень большая проблема. Даже не юстиция, даже не экономика. Вот демография, это очень большая проблема. Могут, ведь очень дорого вырастить ребенка и очень страшно выйти на пенсию. А это две самые... Сначала вы умирали, да? Как-то так. Очень дорого вырастить ребенка и очень страшно выйти на пенсию, на которой невозможно прожить. И вот когда мы решим эти два вопроса, когда государство будет заинтересовано в том, чтобы здесь рожали и учили детей, и не страшно было выходить на пенсию, потому что речь не только в том, что маленькая пенсия, а я с большим опытом могу рассказать, что значит лечить пенсионера в Республике Молдова. Как, что нужно сделать, чтобы получить место в больнице и так далее, и так далее. Что нет хосписов, что нет того, что нет другого, что нет системы досмотра на дому и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому люди, имеющие определенные средства и понимающие, что они найдут свое будущее в другом месте и уезжают, пока они еще что-то могут построить, пока у них есть эти силы. И государство Республика Молдова, и Министерство здравоохранения и социальной защиты пока еще ничего на эту тему интересного и тому, чему можно было бы доверить, мотивирующего, не предложили. Реформа начисления, изменения начисления пенсии это не решение социальной политики в стране. Прекрасно с вами согласен о том, о чем я и говорил. Людям не нужны только вас в материальном аспекте. Мы все сталкивались с такими проблемами. Теперь у меня есть вопрос относительно того, о чем мы с вами говорили, когда вы были в прошлый раз в моей студии в том числе. Я напомню, ситуация была связана с голосованием муниципальным советом участка земли перед Уником, на Штефан Чалмаре передали. Тогда за смешную цену, сейчас я даже напомню эту цену, 17 февраля 1,3 детяток газа земли за 2,6 миллионов леев. Почему я спрашиваю об этом вас? Потому что вы тогда написали, что на Национальном бюро вы будете рассматривать эту ситуацию и примите решение относительно действий муниципальных советников, представляющих платформу «Да». После этого два человека вышли из фракции платформы «Да». И что дальше? Это были два человека, которые виноваты в голосовании? Это были два человека, которые были в комиссии, которые предложили, не предложили, но в комиссии, которые, знаете, в муниципальном совете, как и в парламенте, правительстве есть люди, которые занимаются в отрасли, да? Да, направлением, кажется, направлением, инфраструктура, образование и так далее. Ну, эти люди были представители в этой комиссии по этому субъекту. И все остальные, видя, простите меня, соотношение 1,3 гектара земли за цену 2,6 миллиона лев в центре Кишинева, не задались вопросом, что им рекомендуют их коллеги по фракции, и проголосовали. Ну, это вопрос к моим коллегам. Я задал этот вопрос, знаете, очень, для меня не очень приятный. Не очень приятный, но вы понимаете, вы теперь председатель партии, и вам теперь отвечают за действия всей партии, независимо от того, муниципальные советники это Кишинева, села Вурзерешт, или это будут ваши будущие кандидаты в депутаты. Я прекрасно понимаю. Знаете, я до того, как стать президентом партии, я, знаете, фу, как в любой организации, в любой команде, все занимаются своей деятельностью. У меня нет экспертизы там по строительству и так далее, по цельскому хозяйству. У меня профил юриста. Я занимался в команде проблемами из юстиции. Сейчас я стал президентом партии, и, конечно, меня волнует эти вопросы, потому что я замечаю критики, у меня есть собственное мнение к тому, как должны позиционироваться наши муниципальные советники. Я думаю, что они должны быть в жесткой оппозиции тогда, когда, там, не знаю, там, социалисты, или мэр Чабан презентирует некоторые проекты, и, конечно, голосовать тогда, когда это хорошо для Кишинева. А вот это голосование было хорошо для Кишинева, или нашли двух виноватых и прошли мимо? Мне просто интересно, вы в партии разбирали этот вопрос? Конечно, разбирали. Даже до Конгресса разбирали. И с чем это все закончилось? Это закончилось назначением нового президента партии, и, конечно, до сих пор еще я прекрасно понимаю, я не думаю, что кто-то из наших муниципальных советников проголосовал за меня, но, конечно, я... То есть, они выслушали от вас неприятные вещи? Что-то, что приятные. Мое личное мнение я опубликовал публично. Оно не изменилось. Сегодня было заседание муниципального совета. И опять был скандал с вашими советниками. Это был не первый раз, когда советники от партии платформа покидают в знак протеста, покидают мы не будем голосовать. У меня тоже есть вопрос, почему это происходит довольно часто, если честно, если следить постоянно за всем этим заседанием. Первое. Второе. В какой момент прошедшие по одному единому списку блока ОКО муниципальные советники почти дошли до ненависти. Сегодня вот то, что я видела сегодня, как разговаривали господин Астасия и господин Роман Кожукай, ну вряд ли это можно назвать как бы, знаете, приемлемым, если можно так сказать, или созидательным для кишиневцев. А проходили по одному списку и работали в одной команде. Что происходит? Ваша фракция, там проблемы или действительно ненависть к партии действия солидарности дошла до такого состояния, когда невозможно совместно с ними уже даже голосовать или работать? Знаете, это очень, очень много эмоций происходит, когда они не согласен с одним мнением и так далее. Конечно, я, мне не нравится, когда вот доходятся любые заседания, там, я даже критиковал, когда мы были в парламенте, мне не нравилось, когда там были, и у нас тоже в парламенте были некоторые потасовки, когда социалисты голосовали за проекты просто... Я помню пачками. Я не... не за такие меры. Да. Я бы... Ноутбук разбивал Игорь Гроссу. Я взял, да, я взял все эти законы, написал заявление, пошел в Конституционный суд, аннулировал. Вот так нужно работать, по моему мнению, государственным людям. Но, конечно, в муниципальном соединительнике это не только государственные люди, они еще политики, они делают политику, там есть много речей, которые вообще не соответствуют действительности, потому что они делают политику. Там в муниципальном совете происходит такое иногда, что я даже в парламенте не видела. Просто вот. Как вы думаете, в муниципальном совете существует коррупция по земельным участкам? По решениям принимаемого по земельным участкам? Конечно. А что? Кто не будет думать так? Вы понимаете, когда вы говорите, конечно, я представляю себе этих муниципальных советников, которые сидят на заседании. И все они... Муниципальные советники, там очень много структуры. решения без их рук не принимают. Да, не только... Там есть очень много людей. Просто я знаю, не все люди понимают в некоторых областях. Давайте будем честными, что если пойдем завтра в парламенте и спросим любого депутата, что ты проголосовал вчера, он не сможет объяснить. Давайте будем честными друг с другом. Так и происходит и в мэриях. Некоторые люди, которые разбираются в проектах, объясняют тем, кто не разбирается, что нужно делать. Так происходит и в парламенте, и в правительстве. И если говорим о земельных участках, там не только муниципальные консилиюны, там есть и структуры, не только муниципальные, но и государственные, которые должны заниматься этим. Мы говорим муниципальный совет, а почему мы не говорим о государственных структурах, которые дают авторизацию? Комиссия по охране памятников. Все, все, все. Мы все эти попомним. Насколько я понимаю, по одной из них должна сейчас ведется проверка по последним годам выдачи авторизации. Там очень много таких. А потом мы говорим и о судьях. У нас, знаете, очень много о решениях по земельных участках выдавались. Не голосовали в муниципальном совете, и компания шла в суд, и уже суд решал все эти проблемы. Это не должно так происходить, конечно. когда вы спрашиваете, есть коррупция, нет коррупции. Коррупция везде в этой стране. Это факт. Ну и уровни муниципальных советников тоже есть? Я могу сказать, что на всех уровнях. И будете разговаривать дальше с вашими муниципальными Я не говорю о своих муниципальных советах. Я не говорю, что ваши коррупционеры, но я думаю, что они-то понимают, что происходит. Потому что, если они понимают и видят, как решается вопрос, вот как вы оформляете заявление на Андрея Спыну, о том, о чем мы сегодня говорили. У меня есть документы. Если я выхожу с обвинениями, с такими серьезными обвинениями, как коррупция, как там какие-то я выхожу с документами. Если кто-то захочет обвинить консильеров платформы достоинства и правды, что они что-то не делают, пускай приходят документы. И я буду первым, кто сделает соответствующие решения в моей партии. А до этого это, знаете, политические дебаты. Сейчас, после проведения съезда, правильно я понимаю, что партия будет готовиться к местным выборам? Конечно, конечно. И у вас будут примары по всем населенным? Мы постараемся. У нас есть некоторые районы, в которых мы очень нехорошие организации. Конечно, есть некоторые районы, которые слабее, но мы постараемся есть перспективы. Понимаете, вот когда пришла партия достоинства и правды у власти, практически весь центр права политических сил был снесен. Вы меня как раз подговорите сейчас следующему вопросу. Но уже прошел год, есть очень много возмущенных людей, потому что было очень много про миссию, неэлектораль, шамань партия. И, конечно, люди, ожидания и реальность это две разные вещи. И есть перспективы. И не только перспективы, но необходимость. Потому что я как человек, который хочет, чтобы моя страна была в, не знаю, универопианной, я понимаю, что если не будет альтернативы на правом фланге риски для вот мы написали заявление, чтобы мы были страна-кандидат в Европейском Союзе, то большие риски, что через три года этого не случится, потому что мы видим на левом фланге, что и социалисты, и особенно Шор, это вообще тоже камень в огороды правительства, что Шор до сих пор делает, что они делают. Когда мы делали свою предвыборную кампанию, мы ехали по районам, встречались с нашими организациями, так там они до сих пор идут с этими подачками и работают, и это не должно быть. И они умеют договариваться. И договариваются, и их никто не трогает. Правой партии договариваются хуже. И их никто не трогает, потому что правой партии всегда были selfish, эгоисты. Да? Всегда об эгоисте. Те вопросы, которые я задавала вам сегодня, большую часть из них я обсуждала до вашего прихода с господином Глигером. Не потому, что это самые важные были сегодняшние вопросы в стране, а потому, что и на странице партии перемен, и на странице платформы да и вас как председателя были комментарии по этим темам. из чего я сделала себе вывод, что и вы, и они изучаете, разрабатываете вопросы эти, ищете ответы на них параллельно. Почему не делать это вместе? У нас не так давно был конгресс, у нас еще очень много внутренних проблем. У нас не было проголосовано экзекутивное бюро, были очень, потому что я не видел других партий в Молдове, кто сделал такие выборы по-настоящему, не так, договоренные. Понимаю. и конечно еще где-то месяц у вас есть кадровые проблемы? Вот в этом случае не совсем. У нас достаточно человеческого ресурса, есть люди, которые пишут, есть некоторый ресурс, который позволяет кандидаты по всей стране. В мэрах я думаю больше половины будет. Я просто знаю, что в Молдове даже очень большие партии не будут иметь кандидатов во всех населенных пунктах. Я только что вы говорили, что представители правых партий они более эгоистичны. Но когда вы делаете одно и то же, дублируя друг друга практически, когда вы предлагаете те же самые решения по тем же самым направлениям. Зачем нам две одинаковые партии? Там будет председатель Штефан Лигера, здесь будет председатель Дину Пангел? И тот и тот юрист? Да нет, не всегда все так однозначно. Вы понимаете, партия у нас платформа достойности и правда, у нас партия, есть история, есть люди, у нас есть люди, нам не повезло в выборах. Есть и субъективные, и объективные причины, и это сложный процесс. Что ты хочешь, когда ты идешь в партию? Вот честно, люди, которые идут в партию, они два категории. Или они хотят функции, это абсолютно нормально, мэр, консильер и так далее, нормально, есть компетенции, почему? Это и обязанность партии, чтобы продвигать людей, компетентных в разных областях. И другая причина, это эмоции людей, они пошли в партию, потому что они видели там идеи, которые продвигает эта партия, они видели людей, они видели команду, это и какое-то социальное общество, они имеют с кем общаться, интеллектуальные темы и так далее, это интересно для людей. и конечно есть случаи, когда до выборов партии, которая имеет там некоторый общий взгляд на проблему, как мы были в 2019 году с партией активнейши солидаритати вместе пошли на выборах, но вы должны, и вы прекрасно понимаете, что это очень сложный, тюрьминский и долгий процесс. в 2023 году очевидную выгоду создания блока, у вас там у всех будет стокгольмский синдром и категорически отказ опять идти блоком. Партия это не только лидер, это не единопланговый Штефан Гриди, партия это люди, если партия только лидер, это не партия. Насколько мне известно, я сейчас впервые выдам эту тайну, у вас очень хорошие отношения и с подплугом Ивоном, и с Тафилатом, и с Дэфи мы со всеми общаемся хорошо. Вот видите, нет, я вас ни к чему не уговариваю, я провоцирую, у меня работа такая провоцировать иногда в эфире для того, чтобы вызвать немножко спокойного Лада гостя увести. У вас будет кандидат на Кишиневе? Конечно. Уже есть кандидат? У нас есть два потенциальных кандидата. Скажете кто? Нет. Вовк? Не скажу, это... Бенгел? Точно нет. Андрей Настасьи будет еще раз баллотировать? Сразу скажу, что Бенгел точно нет. А остальные есть. Андрей Настасьи еще раз попробует? Не дам четкий ответ. Только по поводу себя. Но есть два потенциальных кандидата уже. Мы думаем. Вы будете опять проводить конкурс внутри партии? Кто из них будет кандидатами? Или будете оценивать шансы? Думаю. Что-то, конечно, будем оценивать шансы. Это в первую очередь спросьба. Это опрос наших команд. У нас тяжелые команды в Кишиневе. У всех разные мнения. Они должны в первую очередь высказаться. И во втором случае это... Какие шансы будут? Наверное, заключительный вопрос, учитывая все-таки довольно сложную ситуацию в стране, когда вы так откровенно критикуете власть. И ее при этом очень сильно критикует партия социалистов, блок социалистов и коммунистов, скажем так, потому что они сейчас вместе почти все делают. Я уже молчу про партию ШОР. Получается, что власть бьют со всех сторон. А что-то хорошее они делают? Конечно. Конечно. Есть хорошие социальные программы. Вот я лично не знаком с министром Спотарь. Я думаю, хорошо себя зарекомендовал. Вообще в такой сложной ситуации и там есть некоторые депутаты от ПАСК и вот этот министр, которые пытаются сделать и делают некоторые хорошие вещи, но есть они партия Действия и Солидарность должна понять, что есть некоторые случаи, когда уже нож у горла уже просто невозможно терпеть. И это в первую очередь министр Сплэн. Вы что, вы думаете, что там те, которые депутаты или министры или председатель Майя Санды не знают, что делать министр Сплэн? Знает и покрывает? Все документы, которые у нас есть у всех линиях, я был депутатом, я знаю, какая информация есть у первого министра или председателя страны и так далее. И они прекрасно понимают, что это слабое весь вино. Но есть другая точка зрения, он член команды, он бывший генсекретарь партии, это очень сложная для них ситуация, что делать с этим спыну. Но они должны понять, что не только их партия сейчас под ударом, они компрометируют борьбу с коррупцией, они компрометируют европейский курс нашей страны. Они должны понять, что нужно менять что-то. Они уже дошли до 20% в опросах. Это сложная ситуация. Но у вас в вопросах еще сложнее ситуация. К сожалению, мне бы хотелось, чтобы все-таки конкуренция была... Почему я говорю к сожалению? Потому что мне хотелось бы, чтобы конкуренция была более яркой, в том числе и на правом фланге, потому что там довольно далеко ближайшие партии, которые идут. это наверное и позволяет правящей партии чувствовать себя уверенной абсолютно. Если вдруг все-таки правительство, партия, правящая действие солидарности решится на перестановке изменения в правительстве, обратиться в том числе к вашей партии, будете ли вы с ними на эту тему разговаривать и дадите ли вы согласие на то, чтобы делегировать туда своих людей. Учитывая, что я до этого разговаривала с Александром Слуцарем, который сказал, что он будет рассматривать предложение только с согласия партии. Ответ не изменился. Вы будете это обсуждать. Мы всегда готовы помочь. Мы предлагали свою помощь как экспертизу, советы, и некоторые советы были включены не буду лгать. Они принимают некоторые советы, но некоторые вещи радикально нужно менять. Если придут как партия к партии и скажут, приходите, у вас есть очень много хороших людей, экспертов, они зарекомендовали себя очень хорошо, от партии к партии мы обсудим соответствующие решения. я не вижу в этой проблеме, но только отношение должно быть к респекту речи прок. Сегодня на заседании парламента рекомендации по смене некоторых министров дал экс-президент Владимир Воронин. Он сказал в своей манере, как обычно он это делает, где-то пошутил, где-то жестко это показалось. И Игорь Гросов сказал тоже немножко так, что не вам нам давать советы. После вас осталась целая плеяда. Как вы думаете, если вы обратитесь к исполняющим обязанностям председателя партии действия солидарности Игорю Гросову напрямую, учитывая в том числе тот факт, что у вас есть документы, какой будет ответ вам? Я в первую очередь, если у меня есть документы, которые у меня есть, я не иду к Игорю Гросу, я иду к прокуратуру. Но все равно партия должна же принимать какие-то решения или не должна быть на вопрос я думаю должна принимать решение. А как обсуждали давно? С кем? Игорем Гросу с руководителями партии? С Пыну я не говорю. Есть некоторые люди из ПАС, с которыми я общал. Была разговора на теме юстиции где-то неделю или две назад. На теме юстиции, не про политику мы разговаривали. Понятно. Теперь заключительный вопрос. Какую мы увидим партию действия солидарности через год? Платформа Достоинства и Правда? Нет, вашу партию. Вы возглавляете платформу, вашу партию. Игорь Гросс придет, будет рассказывать про свою. Вашу партию. Через год мы будем партией, у которой есть много мэров в стране. Партия, которая может быть альтернативой на правом флаге. Партия, которая есть перспективы для парламентских выборов. И партия, которая будет иметь очень хорошую команду. Спасибо. Спасибо, что пришли, отвечали на мои вопросы. Я буду прощаться с нашими телезрителями. Напоминаю Дину Планго, председатель партии платформы «Достоинство и правда». Многие обвиняют в том, что сейчас происходит высокая инфляция, экономическая ситуация в республике не очень хорошая. Связано это, конечно же, в первую очередь, на самом деле, не с войной, а с ростом резким цен на газы или электроэнергию, что сказалось по цепочке, как и предсказывалось на всем остальном. Я просто хочу напомнить, что в 2020 году осенью нам обещали контракт на газ подписать с Россией на три года. Тогда шли президентские выборы. Игорь Дедун их проиграл. И контракт с нами подписали на 9 месяцев, после которых мы получили прекрасную среднеевропейскую если не чуть-чуть выше цену через 9 месяцев. Возможно, я не исключаю, что Андрей Спынов совершенно бездарно провел эти переговоры. Но учитывая, как совсем недавно Болгарии после проведения предъявленной кампании выиграла партия, которая не поддерживает курс на сближение с Российской Федерацией, а спустя небольшое время им отключили за то, что они отказались платить в рублях якобы. У меня возникают вопросы. Кто помогал в Республике Молдова закладывать экономическую бомбу или энергетическую бомбу под нашу экономику? Я думаю, об этом мы еще поговорим в эфире программы Территория Свобода. А пока я с вами прощаюсь. Все, кто не согласен с тем, что я сегодня говорила в студии, можете обращаться политики за правом на реплику. Мы всегда открыты нашим телезрителям. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Медного неба над головой вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова